Гравийный сад он какой? Как ухаживать за садом из камушков? Какие гравийные сады смотрятся лучше? Какие растения выбрать для гравийного сада? Рекомендации по устройству гравийных дорожек. Какой требуется уход за гравийным садом? Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. И как всегда самое полезное ближе к концу ролика. Поехали! Гравийный сад он какой? Современный, непритязательный в уходе и упорядоченный, именно таков гравийный сад, который в последние годы стал невероятно популярным. Мы подскажем вам, как показать камушки в самом выигрышном свете. В последние годы в европейских странах, как у новостроек, так и рядом со старыми домами, можно увидеть площадки, целиком засыпанные гравием или штучечно засаженные растениями. У нас такие изыски пока не слишком популярны, но это вопрос времени. Гравийный сад выглядит современно и опрятно, а уход за ним минимален. Если такие цветники заложить правильно, забот они практически не доставят. Достаточно регулярно убирать опавшие листья и удалять изредка появляющиеся сорняки. Но чтобы гравийная отсыпка не выглядела как бельмо в глазу, нужна определенная согласованность с постройками на участке и остальным ландшафтным окружением. Какие гравийные сады смотрятся лучше? Так, рядом с домом в современном стиле лучше всего смотрятся гравийные сады с россыпями из камушков спокойных тонов или выложенными из них узорами. Отдельные растения с броской внешностью дополнят картину. Как вариант, на засыпанной гравием территории можно высадить несколько деревьев или кустов со сформированными кронами, например, в виде шаров, выстроив их в ряд или сгруппировав квадратом. Если такие растения высадить поодиночке или распределить неравномерно, посадка, скорее всего, будет выглядеть не слишком привлекательно. В одной группе колоновидные и шаровидные растения смотрятся просто идеально, придавая небольшому квадратному цветнику действительно неординарный вид. Гравийный сад около старых домов лучше разбить из камней, которые по цвету сочетаются с фасадом здания. Если же, скажем, дом кирпичный, а территория возле него засыпана гравием холодного серого или белого цветов, такой ансамбль выглядит противоречиво. Чем старее здание, тем естественнее должно выглядеть окружающее его пространство, вычурность здесь неуместна. Какие растения выбрать для гравийного сада? Еще один важный момент – выбор растений. Как и в саду в природном стиле, в гравийном органично будут смотреться высокие декоративные травы, компактные полукустарники и низкорослые подушковидные представители флоры. И в этом случае их лучше высадить группами, а не размещать поодиночке на каменистой площадке. Выбор формы камней, круглые или угловатые, также во многом зависит от окружения. Акатыши разных оттенков и с разнообразными полосками особенно живописно выглядят на больших территориях. А вот щебень хорош на маленьких участках земли. Смешивать оба вида камней не рекомендуется, а сильные контрасты цветов и вычурные узоры спустя время могут показаться слишком навязчивыми и раздражающими. Попробуйте сделать объект с оглядкой на матушку природу. Например, создайте живописные гравийные отвалы или берега рек. Это легко осуществить с помощью камней разной фракции. Необычных веток и коряк, а также типичных для такого ареала растений, лучше меньше, да лучше. Иногда случается так, что результат разочаровывает, как произошло с садом на фото ниже. Причиной тому послужило смешение слишком большого количества разных материалов и стилей, а также несогласованность с окружением. Чтобы такого не произошло с вами, учтите наши рекомендации. Придерживайтесь одного стиля, даже при выборе камней и растений. На фото скомбинированы элементы современного, средиземноморского и восточного стилей. Все они теряются на фоне друг друга. Округлые и угловатые, большие и маленькие, светлые и темные. Не впадайте в крайность, пытаясь поместить на своем участке камни всех возможных вариантов. Выберите округлый гравий или угловатую щебенку и подберите соответствующие валуны. Очень важную роль играет окружение. Простые голые стены в сочетании с гравийной отсыпкой смотрятся удручающе скучно и уныло. Чтобы вдохнуть жизнь в данную композицию, достаточно добавить к ней парочку высоких и раскидистых декоративных трав. Гравийный цветник будет красив и практичен, если его правильно заложить и обеспечить грамотный уход. Какой требуется уход за гравийным садом? Ухаживаем за садом из камушков. Поддерживай чистоту, засыпанной гравием территории. Не самая сложная работа. Необходимо регулярно убирать опавшие листья и любые растительные остатки с помощью граблей или садового пылесоса, иначе органические материалы разложатся, образовав гумус, идеальную плодородную почву для сорняков. Осенью можно облегчить себе задачу, натянув поверх гравийной отсыпки сетку. Чтобы предотвратить появление мха на камушках, для закладки такой площадки выбирайте солнечное место. Если налет все же появился, избавиться от него поможет специальная техника, которую можно найти в специализированных магазинах или в интернете.